Судьба этой актрисы и сегодня окутана тайной. Архивы до сих пор засекречены, а версий такое количество, что здравый смысл ускользает. Придется признать, правду о своей судьбе знала только она одна. Но теперь уже спросить некого. Она жила так, будто снималась в приключенческом фильме, где были любовь и расставание, шпионаж и аресты, связь с иностранцами и бриллиантовая мафия. И финальный аккорд. Смертельный выстрел в голову. Но, увы, это было уже не кино, а реальная жизнь. И переснять другой дубль актриса Зоя Федорова не могла. Зоя Федорова в молодости была невероятно привлекательна. Огромные выразительные глаза, мягкие черты лица. Она казалась не здешней, словно из другого мира. Но сама Зоя очень переживала из-за слегка вздернутого носика, будто он мог стать причиной всех ее бед. Когда за кулисы пришел кинорежиссер Игорь Савченко искать актрису на главную роль в музыкальном фильме «Гармонь», она сходу ответила «Я вам не подойду, я курносую». А он ответил, что из-за курносости выбирает именно ее. Это было самое начало пути. Пройдет 45 лет. Зоя Федорова сыграет одну из своих последних ролей в кино. Бахтерша, тетя Паша, не может запомнить английское слово. В этом была фантастическая ирония режиссера. Ведь все знали, что у Федоровой с английской речью куда более простые отношения, чем у многих других. Сейчас запишу. Hello! Общежитие слушает. Зоя родилась в Петербурге в 1909 году в семье рабочего металлиста. В доме был достаток. Отец, убежденный большевик, восторженно принял революцию. В 1918 ему поручили возглавить паспортную службу Кремля. Зоя вместе с родителями и двумя старшими сестрами оказалась в Москве. Актрисой она мечтала стать с детства. Занималась в драмкружке. Но отец был категорически против. После школы Зою устроили на работу в гастрак. Но советской служащей из нее не вышло. Ей было всего 18, когда в одной из шумных компаний она познакомилась с военнослужащим и влюбилась в него. Возлюбленного арестовали, как английского шпиона, а ее – как пособницу. Вскоре чекисты Зои Федорову отпустили. Как будут говорить потом, ее напугали и освободили за согласие сотрудничать. Но, что можно сказать наверняка, родители напугались еще сильнее. Уж лучше сцена, чем тюрьма, решили они. И больше не противились желанию Зои стать актрисой. Два года она училась в студию Юрия Завадского. Потом поступила в училище при Театре революции. И еще будучи студенткой, снялась в фильме «Встречный». На премьеру пригласила родителей и друзей. И уже предчувствовала, как все ее хвалят и поздравляют. Но с минутой славы пришлось подождать. Эпизод с ее участием вырезали на монтаже. Зоя рыдала. Зато через три года, когда в 1935 году вышел фильм «Подруги», она проснулась знаменитой. Историю про трех сестер-милосердие, вшедших на фронт в Первую мировую, смотрела вся страна. Многочисленные поклонники не давали прохода на улицах, дежурили около дома. В мире советского кино зажглась новая звезда. А в это время, пока Зоя Федорова активно снималась на Ленфильме, каждый год новый фильм, на ее семью обрушилась лавина несчастья. Серьезно заболела мать. Спасти ее не смогли. Летом 1938 года по 58-й статье, будто бы за шпионаж, на 10 лет посадили отца. Зоя стала дочерью врага народа. Но на ее прекрасной кинокарьере это никак не отразилось. Ролей никто не лишал. За 10 лет Зоя Федорова снялась в 22 фильмах. Так много в те годы не снимался никто из советских актрис. Те, кто считает, что Федорова и ее карьера находились под пристальным вниманием органов, видят в этом важный аргумент в свою пользу. Ее не тронули. Ее берегли. Для более важных дел. В 1939 году Зоя Федорова снималась сразу в трех фильмах. Все три фильма – комедии. Именно музыкальная история стала одним из самых популярных фильмов предвоенного времени. «Слава, я люблю вас!» Зоя все увереннее отвоевывала себе место в первом ряду самых знаменитых актрис. И в личной жизни случились перемены. Ее новой любовью стал летчик Иван Клещев. «Сталинский сокол», как его еще называли. Зоя вернулась в Москву. Ей предоставили квартиру в новом доме на улице Горького. И все это время актриса пыталась освободить отца. Вот как она сама вспоминала. «Берия трижды принимал меня в здание наркомата внутренних дел по делу моего отца. Берия, как я потом поняла, хотел использовать освобождение отца в своих гнусных целях. Летом 40-го года он обманным путем пригласил меня к себе на дачу якобы на семейное торжество. Оставшись наедине со мной, пытался силой овладеть мной. Накануне войны вышел фильм «Фронтовые подруги». И снова все заговорили о Зое Федоровой. Снова она в главной роли. В эвакуацию Зоя не поехала, осталась в Москве. Выступала вместе с фронтовыми бригадами. В сентябре 41-го умер ее отец. Из заключения он вернулся смертельно больным. Война была к ней безжалостной. На фронте погиб младший брат Иван. А 31 декабря 42-го года разбился ее возлюбленный Иван Клещев. Спешил к ней на встречу Нового года и не смог посадить самолеты во время снегопада. Их свадьба не суждена была состояться. Но по иронии судьбы, в 44-м году Зоя Федорова снялась в фильме «Свадьба». И в своей роли она блистала. Это был последний фильм, в котором Федорова снялась в 40-е годы. Зоя переживала, что в киное достаются одни комедийные роли. Вот жизнь сочинила для нее шпионскую драму, чуть не обернувшуюся трагедией. В следующий раз она придет на съемочную площадку только через 12 лет. Как только посольство в США и Ди-представительство вернулись в Москву из эвакуации, Зоя Федорова не пропускала ни одного приема. Ей всегда были рады. Известная актриса, красавица, душа любой компании. Дружба и романы с иностранцами были частью ее жизни. В январе 45-го года на одном из приемов она познакомилась с американским дипломатом, заместителем военного атташе Джексоном Тейтом. По одной из версий Зоя выполняла задание. И должна была завербовать Тейта. А она влюбилась. Но это было полбеды. Беда для Зои наступила тогда, когда в роли возлюбленной она оказалась неубедительна для американцев. В ней заподозрили агента, дипломата отозвали. В январе 46-го года она родила от Тейта дочь. Назвала ее Викторией. Но отец о рождении дочери ничего не знал. В глазах наших спецслужб актриса заигралась и провалила задание. Наказали Зою жестоко. Обвинили в шпионаже и приговорили к 25 годам лишения свободы с конфискации имущества. Досталось ее сестрам. Александру сослали в Казахстан вместе с детьми и годовалой Викторией. Марию приговорили к 10 годам колонии. Из Воркуты она уже не вернулась. Узнав о приговоре, Зоя пыталась повеситься в камере Лефортовского тюремного изолятора. Но ее спасли. После года, проведенного в Лефортово, Федорову выслали в Мордовию. Зою из лагерей перевели во Владимирскую тюрьму, где она и провела 8 лет. Ее выпустили зимой 55-го года. Тогда же она увидела Викторию. Ей было уже 9. И своей мамой она считала тетю, воспитавшую ее. Вот как описывала Виктория встречу с матерью на Казанском вокзале. Она опустилась передо мной на колени. Мне было стыдно, что она стоит на коленях и плачет. Мимо шли люди, оглядывались на нас. Но она, оказалось, не замечала их. Стояла на коленях и смотрела на меня. Потом прижала к себе и осыпала поцелуями лицо. И вдруг пошатнулась и стала падать прямо на меня. Я едва-едва успела подхватить ее, чтобы она не ударила с лицом о платформу. Зоя вернулась не только в Москву. Она вернулась в профессию и продолжила активно сниматься в кино. Она сильно изменилась внешне. Но зрители ее не забыли. И совсем не важно, что роли были небольшие. Зато какие. Масик, чтобы Кусенька ему привезла. Масик хочет водочки. Вот, Масик. Обожаю. И все время Зоя пыталась разыскать в Америке Джексона Тейта. На это ушло 15 лет. Но он все-таки узнал, что у него в Москве родилась дочь. Когда Виктория исполнилась 29, она впервые обняла своего отца. И так и осталась в США. Вышла замуж. Родила сына. Весной 76-го года, спустя 31 год после знакомства в Москве, Зоя Федорова и Джексон Тейт встретились в Америке. Им было, что рассказать друг другу. До сих пор неизвестно, кто выстрелил Зои Федоровой в затылок 10 декабря 1981 года в ее квартире на Кутузовском проспекте. Говорили, что она знала этого человека и сама открыла ему дверь. Еще говорили, что во всем виноваты бриллианты, которыми она увлекалась. И о роли спецслужб в ее жизни тоже говорили. Но для нас Зоя Федорова прежде всего замечательная актриса. Она прожила трудную жизнь, в которой было много несправедливости. Но она жила ярко, со вкусом, любила и верила, ошибалась и снова надеялась. И как бы на всем хотелось, чтобы все ее трагедии оставались только на пленке. Главное, ребята, сердцем не стареть Песню, что придумали, до конца допеть В дальней пусть собрались мы, а в этот край таежный Только с самолетом можно долететь А ты улетающий вдаль самолет Сердце своем береги Под крылом самолета о чем-то поет Зеленое море, тайги Сейчас за самолеты Выше облаков Сейчас за чуть похожие На больших орлов Сейчас за надобой Не расхайся, дорогая Леток нам сдаешь И не следай часов А ты улетаешь Считай самолет Леток нам сдаешься Леток нам сдаешься